Интервью на Национальном Интервью на Национальном Интервью на Национальном долгое время меня не было был весь работе я сейчас потом мы играем плотный график у нас чечне играем и неделю два раза ездим до наша команда за призовые места борется и поэтому я все силы пока был туда направил покуда покуда ко мне не обратились жители города служит жители вокзала у нас как бы сказать та территория где очень много народу и у них нет ни спортплошадок не не полей им приходится ей приходить центры это очень далеко неудобно и центральный стадион только один у нас и он загружен даже иногда перегружен поэтому по федеральной не по федеральной программе это стадион был положен да это мэрия мэрия подрядчик там был ну короче там завертелась я положили было стадион до мини-мини футбольную площадку положили и как только они акт приема передачи сделали это стадион пришел профнепригодность на нем даже не успели ни один матч играть там либо ребята побегали немного один ногу сломал там насколько сейчас знаю там уже даже десятки людей уже которые сломали ноги там очень что что там такое происходит некачественные даже не представляете себе насколько некачественная сделанная работа смотрите вот футбольные поля это не шутки да и не каждый день не каждый год они ложат эти поля для нас это для жителей для молоды молодого поколения это целый праздник когда для них спортивную площадку где-то строят вот целый праздник был и для вокзала наконец-то свое поле хоть мини футбольное но свое я не могут уже бегать играть и заниматься не гулять сегодня когда на пороге аптечная наркомания я думаю наоборот надо больше внимания уделять спорту больше внимания тренерам тренеры сегодня возьмите любую федерацию возьмите и любого тренера они как цыгане ходят они просят а чё им делать что я не знаю ни одну федерацию может действовать разная не знаю в основе как было 30 лет тому назад он родители родители на соревнования дают деньги и вот так и вот сейчас же так же продали не делай ни одного шага чтобы это все изменить ни одного шага не делается просто никакого движения делается и думаете саморазвиваться вот так будет за счет таких людей как я думаю это долго мы протянем ли я долго протянул что там вот с этими все-таки полями вот к этому хотел прийти вот люди хотят заниматься когда вы оставляете их без спорта то они конечно ищутся на улице на улице можно и хорошие взять и плохое вот так куча пускай 90 процентов ты будешь уверен что человек спорте и ничем мы же ценира это от и те же воспитатели те же родители мы учим раз нравственности всю свою жизнь чтобы они показывали этикет чтобы главное чтобы в них было где где бы вы не находились и вот насчет полей эти ребята ко мне обратились тоже раз я делал два с половиной года назад одно видео обращение довольно таки жестковато сделал это да ну да там немного шум поднялся судились мэрия судилась подрядчиком там знаете это как все случилось смена мэрии смена смена главы администрации это сопроливо ходит умару приходит и получается при сопроливе весь этот бардак завертелся подрядчика они наняли но как можно давать такой подряд женщине которые только второй объект ложат это один был это семь парк семейного отдыха мы там знаем что происходит там там очень бардак был и второй объект футбольное поле ну как можно доверить такое там не было нормально не основания не дренажной системы не было не было крошки на искусственном газоне найти место там есть специальный песок который они вместо этого желтый песок засыпали все вокруг забор железа он короче на это поле сейчас страшно смотреть он страшная профнепригодность это с первого момента как объект был принят мэрии я не знаю как могли принять этот объект но приняли потом они судились отсудили там я не знаю как можно подрядчика она выбрала первое суд я не знаю как она суббит каким образом выиграла потом второй суд мэрию выгна типа мол полтора миллиона они как бы очереди не знаю когда эти деньги к нам придут и нашли и что они собираются на полтора человек получается что все-таки полтора миллиона вернули и не вернули не вернули там суд выгибе ли суд обязал их потом это может быть оперировать поймаете апелляция потом это Это судебные тяжбы. Они же далеко идут. Это еще протянется. Смотрите, уже два с половиной года прошло. Нам еще что? Еще три с половиной года пока отсудят и пока она еще заплатит. Но это курям на смех. Ну, смотрите, мне кажется, все-таки вот эти тяжбы, это дело не одного дня. Конечно. Поэтому это очень долгий и тяжкий процесс. Надеюсь, что в конечном счете те люди, которые хотели заниматься спортом на этом поле, они получат эту возможность. Эти дефекты будут устранены. Очень хочется в это верить, что в самое ближайшее время это произойдет. Ну, видеообращение было на имя Васильченко от прокурора Ингушетии, да, и на имя главы республики. Да, там реакция была, на следующий день приехали, посмотрели. Ну, и дальнейшее мы не знаем. Опять, это глава будет ссылаться, что это не при нем было, что они судятся. И вот так будет стоять поле. Нет, так не годится. Нам нужно вернуть целостность в состоянии стадиона. Вот это мини-поле. Мы больше ничего не просим. Я надеюсь, эти молодые поколения, они больше ничего не говорят. Просто говорят, приведите нам в нормальное состояние стадиона. Они, наоборот, хотели даже сами вызвались, заложили бетон, палку поставили, хотели раздевалки сделать. Приехала администрация местная, с бульдозами снесли все это. И потом сказали, мы сами сделаем. А теперь ни раздевалки, ни администрации, никого. И просто хоть бы хны, никому дела нет. Так, ладно, это тянется уже три года. Раз, смотрите, нам в декабре месяце по федеральной программе, по федеральной церемонии, я федеральной церкви хотел бы выразить благодарность за то, что они нам дали такие качественные газоны, качественные садион. Но просто кто занимается вот его укладкой, допустили такой агрег, это вокзальское поле уже забылось. Смотрите, во-первых, что делается. Поле кладут в декабре месяце, когда земля мерзлая, она потом будет оттаивать, эта вода будет подниматься, а на нем горячее резиновое покрытие положили, смотрите. Рез, резко набросали, сделали как бы поле, сделали площадку без заборчика в округе, без освещения, без ничего. И как бы я смотрю телевидение и дает репортаж. Зам. Министр спорта заявляет, говорит там, что они это бездали, и мэрия приняла. Я иду к главе города Сунжи, он говорит, никто ничего не принимал. Понимаете? Потом, потом, когда я уже хотел, было злой такой, министерство спорта, хотел пожаловаться, что такое вытворяете, как вы положили. Мне замминистра говорит, что основание делала администрации города Сунжи. Они доставляют инвентарь, договоренность такая, смена спорта. А укладки места, все это подбирает мэрия. Вообще должно было, должен был это один человек делать, ну, раз такая договоренность, основание делала администрация города Сунжи. То есть администрация нанимала подрядчика? Они выиграли тот же подряд, администрация, выиграла этот же подряд, взяла, выиграла, она выставлялась на аукцион. Я знаю, что туда ходили люди, которые карбулаки укладывали газон, это Асканова, Мамаджан, он ходил и просил, давай, дай мне положить, я тебе нормально положу качественности, как и карбулаки. Он ему отказал. к нему еще подходили люди и говорили, что место не то, лучше в другом месте положим. Нет, ему захотелось, как будто когда ты въезжаешь в город, чтобы это было видно. Его не беспокоило, что на окраине города положили стадион. Это не беспокоило. Его не беспокоило, кто туда будет ходить. Он оттуда. Недалеко есть центральный стадион. Но просто для красоты его просто положили. И он как будто метеорит упал. Сначала в одном месте земля уходила. Они переделывали, переделывали, переделывали. Говорят, там раньше туалет был. Извиняюсь, что вы так скажете, но я как есть говорю. Потом они 3-4 раза опять переделывали это. И там большая яма оказалась. Потом я подхожу к главе администрации нашей и спрашиваю, что это такое? Основание ради мэрии да, он говорит. А что там произошло? Он говорит, оказывается саму устанавливая яма была. Я говорю, оказывается это ответ? Что мне ребятам сказать? Они хотят видеообращение сделать, я их остановил, что я мне сказать? Скажи им, говорит, если они сделают, я тоже буду знать, как меня с ними вести. Что ты хочешь с молодых ребят города, ты должен наоборот сказать. Я говорю, какое время нужно нам, чтобы сейчас это все устранить? Он говорит, месяц. Ладно, месяц. За месяц ни один раз просто газон не подняли, не поливали, не трамбовали. Сейчас уже сентябрь месяц, конец сентября, сейчас пойдут дожди. И как они собираются его, основание его? Я просто шоке. И ни один человек заезжающий, проезжающий, жители города, никто ничего не говорит. Она уже стоит пять месяцев. Никто ничего не говорит. Но неужели это мне надо говорить на радио, на телевидении, видео обращениями? Я хочу быть на позитиве, я хочу говорить о своей команде. Но если я не донесу эту проблему, кто еще донесет ее? Если ко мне молодые ребята подходят, и просят меня что-то сделать, потому что я президент ассоциации мини-футбол. Я должен реакцию дать, потому что 12 лет я положил ради этого города. Я имя Хамхи Сунжа понял до таких высот. Вы думаете, это мне легко было? Нет? И финансовая составляющая. Спросите меня, помогает ли нам администрация города? За 12 лет я вам скажу, что нет. не помогает ни с поездками, ни с чем. Даже на ингурский игры отбор, мы дойдем до них, я попросил гражданачальника нашего денег, ну, на поездку, как обычно бывает, ингурский отбор, нам давали деньги на обед, на проезд, еще что-то, да? Командировочные. Да, ноль реакции, ноль реакции, вообще, едешь-то, не едешь. Смотрите, Джимал Дин, а разве командировочные деньги выделяют не министерство? это, не, это не командировочные, это просто каждый регион нашей республики, да, отправляет на отбор ингурских игр, и, ну, каждому там, на обед еще даются эти, эти, 5-10 тысяч, с собой речь об эти деньги, если толком взять, и я попросил 5 тысяч, 5 тысяч небольшие деньги, сегодня Айсук дармейч, что 5-8-10 тысяч средних, которые два раза поездку делают, но извините меня, господа, у меня еще 5 детей, мне еще семью надо кормить, я все свои честнокровные всегда не получают мне ложить, поэтому я иногда, когда нужна помощь, да, ты же не идешь тому, у кого нету денег, ты просил того, и для себя помендусь, если я сейчас хочу сроку взять, мне даже для своих личных попросить нету, потому что еще для команды просил, вот понимаете, я свое личное отодвинул, так и должно быть профессионализм, там в том и заключается, чтобы ты свое личное оставил дома, а то, что во благо нравится тебе или нет, нравится тебе тот человек или нет, но если это во благо республики, ты должен свое я где-то оставить дома, либо это твое я должно оставить это кресло, иного пути нету, поэтому видео обращение уже, вот второе видео обращение по поводу этого поля, ладно, если там примерно мэр может ссылаться на то поле это предыдущей мэрии, там сопротивление все было, а здесь уже при нынешнем мэрии, акт прием-передача, это же мэрия, администрация приняла его, да, с губейшими нарушениями, а нарушение налицо, до сих пор поле стоит, проходите, он рядом с лицеем, как только аэропорт проезжаете, справа остальные лежит поле, просто сами посмотрите, что там происходит, но вот я сейчас это видео обращение было направлено на имя генерального прокурора Российской Федерации Краснова и на полномочного представителя Средневек Федерации ОК на имя Чайки, мы ждем реакции, пока пока не было реакции, пока на стадион даже никто не загадил, даже со стороны администрации никого не было, пока но реакции, но мы отправили письменно еще, все, мы ждем в ближайшее время, что за счет этого будет реакция, что глава обратить внимание, потому что глава сам из города Сунжи, я думал, когда пришел калемат, что у нас будет все отлично, наконец-то Сунжи начнет процветать, а нет, нам ложит стадион, а мы не успеваем даже одному матчу, он непригодный, ложит второй стадион, мы не успеваем даже залезть на этот стадион, он уже непригодный, вы представляете, это просто преступление против жителей города Сунжи, против молодежи подрастающего поколения, это преступление, мы просим просто, чтобы они привели на подлежащее положение и отдали нам. Да, я вас прекрасно понимаю, Джамалдин, но учитывая, что проблем во всей республике их много, вот, к примеру, у нас в Карабулаке, у некоторых людей пятый день воды нет, то есть мне, это проблема номер один, мне кажется, в нашей республике, особенно в летний период, сейчас, благо, уже осень, и не так вот острая она стоит, но и тем не менее, согласитесь, неприятно с этими всякими канистрами бегать, набирать, покупать и так далее, вот это абсолютно никому не интересно этим заниматься в 21 веке, и учитывая, что в каждом населенном пункте есть проблемы, наверное, как-то вот они разрешатся с Божьей помощью, и учитывая, что вы столько обращений записали, и в компетентные органы написали, я надеюсь, что власти республики обязательно обратят внимание на эту проблему, и эти поля все-таки до ума будут доведены, чтобы наши ребята, вот как вы сказали, там есть огромное количество неравнодушных людей, которые занимались на этом поле, они будут заниматься, будут здоровыми и красивыми, а мы вот продолжим нашу программу после небольшой новостной паузы, оставайтесь на волне 88.8.5. Продолжение следует... Мишустин, Михаил Кульгезда, Дадж Адыр, Зуха Каудул Амар. Шезар Куалах, чешезар Ди Аллах, чеширишк, пачалхин шузг Барайт региона Дайха Хожеды из Ахч. Сонтсан, Эхтухубы, инвестиционный проект Куачиши, туристы, лыгыч буарми, сала Эхтухуболыш, мухтигыш, ващтаях. Кулбасет Кавказиш, терапия, елч, зала тостятоскоп яхач, ислач, халкыш тюгыш, студенческие олимпиады, отборышна туре, халкармухтиг яхкарс, белглбялар, галлай пачалкан университета, лури факультета, студентыш. Хэтсиг лактулум гойтара, шеэзарт ади, лахчар, бекар бект, байтлажден гарбарейтлажден качалс, в Москве, дахулер хач, олимпиада, финале, да, кулатыш хоба, галлаймех карвикалыш, ващта алдеск, оба сет Кавказ, федеральный округ регионышкар, лакарш дешир заведенышкар, командыш, отборышна туре, да, кулатыш ханальк, дистанционный формате. Амкарц уел пермский футбольный клуб, чертановая хач, московский командыц лузышкалар, угденошк, футбола елч, шолахш лига, халкален, итлых штуре, са-са, шо, тьолыш, чық диалар лузыр. Амкарц уелышкананда футболист, мутал неяқан асланбар, түйхаш, халкарголюаққыш, белгілбеяныр. Хазладу ұштықыныр, чыға уақытымык. Синоптик жүбе чүхуамақ, жайрахи дина, бүйткарадус еуқуле, бейсін, сайт қарадус еуқылғымек. Әлдірғағаңынират, үйткарадус еуқылғымек. Ниясыры барайғат қарадус еуқулеулышқатынбы. Бейсін, әткарадус еуқылғымек. Шолш арий дина, ғарадус еуқулғымек. Бейсін, сайт қарадус еуқылғымек. Барайығат қарадус еуқылғымек. Бейсін, Әткарадус еуқылғымек. Сутиек керді шуаме выпуст шақ юал студиер, Друзья, наша программа продолжается. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Джамалдин Урусханов, президент Ассоциации Минифутбола, главный тренер футбольного клуба Хамхи. Джамалдин, также мы с вами должны обсудить в рамках этой программы, по крайней мере, намеревались это сделать, как прошли Ингушские игры и вот фестиваль Кавказские игры. Расскажите, пожалуйста, как готовились футболисты нашей республики, как выступили? Выступили отлично. Ну, на Ингушских играх выступили. На Кавказские игры, насколько я понимаю, На Кавказские вообще замечательные выигры. Что сказать, да, был отбор на Кавказские игры, это Ингушские игры отбор. В основном, во всех этих дисциплинах практически отбора не было. Знаете, от нашей республики нескольких дисциплин, только поехали люди. А почему так? Несколько дисциплин. Это просто страшно. Деньги урезали уже 3-4 года нету. И в этом году отбор, он прошел где-то первым матча в полуфинале. И мы в основное время сыграли 1-1. И после матча в пенальти, эта серия очень долго длилась. По итогу 15-14 поиграли по пенальти мы. А Икажева сотворила чудо. Гамазиев очень сильно укомплектован был, и практически, я думаю, уже фаворит. Икажева, их прошел Гамазиева, и в финале одолел Назаранский район. По пенальти, тоже после матча в пенальти, а в основное время 1-1. И так у нас победителем впервые история стала Икажева. Икажева уже команду, руководитель этой команды, он уже приготовил команду, уже собрал ребят, состав. И ему заявляет, что сборная не едет в Кавказские игры. Как не едет? Если про отбор знали. до отбора, наша команда ехала. И что случилось? Что послужило этому? Пока я был занят полями, я не знаю, что там произошло. Досконально. Что послужило причиной того, чтобы наша сборная и вышедки. Это, поймите, футбол, это сердце любых игр. И без нашей сборной пропускать. Это обычно канатчики вот это. И футбольная сборная это всегда зрелищный вид. Всегда народ присутствует. Болельщиков очень много бывает. Поэтому и любой если общие команды даже первые они берут, если они в футболе не становятся первыми, это сильнейший удар бывает. Если ты стал первым в футболе, вот тогда тебе не страшно общие команды и третья занятка. Понимаете? Вот так вот. Получается, и скажем, он идет, Илья, как мне рассказал, с его словом, пошел к министру поговорить, что к чему, почему не. Но ему министр сказал, что денег нет. Министерство финансов денег не выдало. На что не выдало? На экипировку? На форму? Или на поездку? Вопрос у меня такой. Если формой и экипировкой были проблемы, если в суть в этом заключалась, нет денег, то я бы свободно мог выставить команду, у меня есть экипировка и форма. Я с удовольствием мог бы повезти команду. Ну так сборная же, вообще, получается, никакая команда не выступила. Получается, все-таки вопрос был в отсутствии финансов. Отсутствие финансов. Вот у меня вопрос. Эти финансы нужны были для того, чтобы купить форму экипировки, эти ребята? Ну, может быть, на дорогу, на питание. На дорогу и питание. Разницы нету. Это стыдно. Стыд. В 2023 году это стыдно. Такое слышать, это стыд. Исрам. Вы знаете, несколько дисциплин, которые поехали. Несколько дисциплин. Это вообще ему непостижимо. Футбольная сборная второй раз. Второй раз за эти последние 4 года второй раз не едет на Кавказские игры. Такого не было истории. Энергетикутская сборная никогда не пропускала игры. Футбольная сборная не пропускала никогда игры. Только сейчас. Почему? У меня вопрос. Руководителям, всем главам, всем занимаемым всеми в свои места и кто ответственный за это. Я конкретно заявляю. Это вы поставили Ингушетию, как будто мы, знаете, вернулись в 93-й год. Нищая республика, которая не может отправить даже своих. Получается так, как будто у нас и спортсменов нету. Спортсменов нету. Да, Джималдин, я вас понимаю, конечно, вы на эмоциях говорите, но надеюсь, что все-таки этот вопрос будет решен. Нет, он уже не решен. Нет, я понимаю, но в следующем году как бы фестиваль, он же ежегодный, ежегодно проводится. И все эти проблемы учтут те люди, которые должны их учесть. Все-таки было бы здорово, если бы здесь был у нас в студии представитель Министерства спорта, который смог бы ответить нам на вопросы, почему все-таки сборная туда не отправилась. Я в следующий раз с удовольствием, если придет отсюда с Министерства спорта человек, я с удовольствием подискусирую, и с удовольствием я разложу по полочкам. Прямо при нем. Мне, наоборот, нужен такой человек, который будет давать ответы. Для него вопросы я буду ставить, если он будет мне давать ответы. Потому что так не делается. Так не делается. Если нет денег, если вы знали заранее, что нет денег, так обратились бы Михаилу Савельяковичу. Гуцериеву. Он бы вам непременно дал бы. Он бы не дал бы нам вот так вот в таком положении, не поставил бы. У нас очень много спортсменов, которые хотели поехать и могли дать результат. Но поймите, в прошлом году наша сборная становится серебряным призером, а эти игры мы пропускаем. Ну что это такое? Мы одни из фаворитов любых игр. Мы пропускаем. Если нет денег, я еще раз говорю, сказали бы, Михаил, если заранее бы сказали, что нет денег, мы бы с вами обратились бы. Но то, что случилось сейчас, эту ситуацию исправлять очень сильно надо. Это удар по нашей репутации. За четыре года два раза пропускают Кавказские игры в сборной Ингушетии. Это удар по нашей репутации. Поймите, те, кто ответственны за это, вы поймите, вы просто убиваете нас стремление стать лучше. В прошлом году с любой, в этом году хотели золото. Но вы убиваете это все. В корне убиваете. Вы не отправляете нас на чемпионат России, не отправляете нас на межгенеральные турниры, не отправляете ребят не то, что в футбольной дисциплине, и во все остальные дисциплины. без перенятия опыта, поймите, не будет роста. Ребята должны все время быть на турнирах, все время должны где-то бороться с лучшими, с лучшими. А как-то если на Калканский Игорь только бывают лучшие. Там получается этот именно твой потенциал вырабатывается. Там твои таланты видны. Поэтому очень обидно мне было, очень обидно за наши, я не знаю, за все ответственные органы, которые должны были этот вопрос решить заранее, каким бы ни было путем. Хотя бы сказали бы, вот у нас денег нету, хотите поедьте сами. Да мы бы сами поехали. Такой вариант не предлагался? Да ничего не предлагалось. Варианта вообще не было. Вариант вот такой денег нет, извините. Денег нет, но вы держитесь. Вы слышали? Вы знаете, Джималдин, я знаю, что в нашей республике очень многие спортсмены, да и вообще люди, которые что-либо делают, то есть без какой-то финансовой поддержки не могут продолжить свою деятельность. Те федерации для тренера, который должен искать спонсоров, находить эти деньги, потому что министерство спорта, прошу прощения, они у нас бывают в гостях и вот денег действительно нет. А вы один вопрос задайте, когда приду в следующий раз, там же заложено бывает 30 миллионов, 40 миллионов, да, на все. Задайте один вопрос, сколько у вас заложено на футбол? Не рубля. Из 30 и 40 500 тысяч направьте на футбол, это будет развитие. Вы окажете помощь детским командам с выездами, дайте стимулирующие по 10 тысяч тренеров. Задайте вопрос, сколько баланс какой, закладывается ежегодно баланс, да, на те или иные самбо, борьба, жидо, бокс, много же, да, у нас. Олимпийский вид спорта это то же самое футбол. Сколько заложено на футбол? 100 тысяч, 10 тысяч, 500 тысяч из этих миллионов. И после этого сидеть еще нет денег, если нет денег, так надо Министерству спорта сказать, почему их нету, кто виновен. Если наш Минфин, мы будем жаловаться на Минфин, мы оставим Министерство спорта, я буду наоборот защищать их сторону, и будут случаться Минфин, почему вы не даете Министерству спорта деньги, которые были направлены на рост спортсменов и те же самые соревнования, как можем пропустить, почему до сих пор, до сих пор, 10-15 лет Минфин ставил премиане на Кавказске, премиане хотя задержка 7-8 месяцев, но они выплачивались. А в этом эти несколько лет Минфин то, что потихоньку, когда они убрали премиане, клянусь Аллахом, я сказал, потихоньку уберите все основное. А к этому и пришло. Сначала убрали премиане, все успокоились, все молчали, никто не жаловался, никто не кричал, не орал, как убрали. Понимаете, тихо убрали, а теперь и во многих дисциплинах убрали, много дисциплин убрали, поехали, я сейчас точно не знаю, ну, несколько по пальцам пересчитать одну руки, несколько дисциплин, которые, это наши силачи, там заняли второе место, все, больше, кто выступал, как выступал, где-нибудь слышал это Милана, где-нибудь новостях, или инстаграме, где-нибудь, я больше не видел, я видел одних силачей больше дикокедицами, тихо, мирно, все прошло, никто же ничего не слышал, никто ничего не знает, поэтому я сейчас озвучиваю, это проблема, то, что вы создаете, это проблема, нам нужны компетентные люди, любых органов, они должны заниматься развитием, развитием своей, своей молодежи, они, мы же отправляем кому-то на помощь деньги, а у самих говорить нету, развитие спорта нету, а кому-то мы помощь можем миллионами отправить, понимаете, вот это баланс. Джамалдин, давайте все-таки мы будем обсуждать проблемы спорта, вот, я понимаю, о чем вы говорите, и многие люди, которые к нам вот в студию приходят и озвучивают эти проблемы, вот, нет денег, нет экипировки и так далее, вот, нет спонсорской поддержки, мне хочется, конечно, хочется верить, что мы доживем до лучших времен, и вот спортсмены, которые хотят выехать, для них это не будет такой проблемой, потому что все-таки рост, он происходит, когда ты соревнуешься с сильнейшим, это неизбежно, это во всех отраслях, не только вот в спорте, а вот что касается выделения финансов, я не знаю, вот, какой ответ вам дать на этот вопрос, вы, наверное, и не мне его задаете, а людям, которые компетентны были бы на него ответить, но надеюсь, что этот вопрос также решится, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, какие планы вот у федерации мини-футбола, ассоциации мини-футбола на оставшиеся, получается, там, несколько месяцев 2023 года, и какие мероприятия нас ждут. Так, ближайшее, самое ближайшее время мы запускаем чемпионат Франции, это Аматео Лига 8 на 8, следуя за ним будет международный турнир, это же четвертый по счету Лига нации, где будут участвовать команды КВД Балкарии, Дагестана, Чечни, ну и еще, естественно, если приедет, то. также мы планируем провести еще один ежегодный, он будет приурочен как ежегодный этот турнир будет, ну, я пока не буду озвучивать, что, как, но он чуть-чуть поближе к ноябрю, наверное. А федерация, ассоциация у нас, вы знаете, наша сборная сейчас готовится к чемпионату России, в городе Сочко, который пройдет, если я не ошибаюсь, 31 октября по 7 ноября, если я не ошибаюсь, все силы сейчас состоит по мини-футболу, по мини-футболу, да, это дисциплина 8 на 8. Сейчас проходит, вот прямо в эти дни, сегодня уже начался Кубок Юга в Сентуках, очень мощный турнир, где там участвуют 16 команд, очень мощные команды, очень хотелось туда попасть мне, мне оттуда звонили, просили приехать, потому что они тоже хотели видеть нашу команду там, но никак не получилось у меня, ни времени не было, они и финансовая составляющая, понимаете, 70-80 тысяч, это просто чисто взнос судейский, а потом еще проживаем, питание, это много денег, поэтому сейчас все силы состоит на чемпионат 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 чтобы достичь, конечно, мне хотелось участвовать, это среди сильнейших команд, это было мне приятно, я наоборот люблю, если группа попадается, я люблю группу смесь, чтобы, когда ты становишься лучшим, среди лучших, вот тогда и на душе бывает у тебя приятно, поэтому мы вот сосредоточены в этом, а в данный момент наша команда играет, выступает в чеченском чемпионате, это бундеслига, чемпионат Германии, мы как команда штутгарт выступаем там, идем, делаем неплохие результаты, там есть, знаете, кубок, бундеслига, лига, чемпион, это мир футбола, это как будто реально окунулся в европейский лига чемпион, реально, как будто это такое, знаете, очень интересно. получается, что вот наши местные команды, они как бы дублируют те же немецкие выступающие в лиге чемпионов, наша команда, не наша, а наша, именно наша команда, там, как штутгарт бундеслиги выступаем вот здесь, мы как штутгарт идем, да, это бундеслига, это, в общем, чемпионат Льва, это, там мы 하고 штутгарт наша последняя игра, если мы выиграем, мы выходим в группу, это будет хороший результат для первого часа поэтому там тоже смотри милана я же не жалуюсь не кричу не ору что нам никто ничего не дает каждая поездка 8 10 тысяч меня польза мне мэрия ничего не платит тот не платит никто не платит на чемпионат россии ездим не не министерство спорта не рубля на газель даже не дает например я не не кричу не ору на об этом я да есть такие люди которые которые не безразлична судьба своего народа которые достойны сыновья своей республики есть такие люди за счет этих людей мы делаем свои результаты не только я и все остальные федерации потому что поймите все остальные тоже тоня как как цыгане им тоже нужно бывает поддержка поэтому я выражаю огромную благодарность тем людям которые бывают не безразлична вы поймете иногда приходится как говорится как куришка по зернышку куриок там один пять даст второй три даст вот так вы понимаете и вот так вот и энную сумму это собираешь который тебе нужно 18000 на поездку эту сумму ты 5 6 человек обходишь вот так вот собираешь сичках сейчас время я только это мне нужно понять какие-то 90 года без денег я не знаю сейчас как вот так не было никогда трудно очень трудно вывозить милана это все но при всем этом просто еще оптимизм это мой энтуизм это все это еще я рвусь еще я должен достичь еще больше высот давайте но настанет день достанет день я могла рукой тот магнил от рукой 3 4 а то дальше чем дальше что сегодня просто сидеть на своем месте получать деньги и молчать у меня не получается у меня душа 9 за молодое поколение я не могу когда выносить несправедливость когда собой несправедливо относятся не могу не могу молчать такие вот такая у меня природа не могу я молчать я должен все говорить все проблемы если человек сделала хорошая об этом буду больше всего если он сделал плохое тоже я буду озвучить потому что путем только таким путем мы можем донести памяти я обращаюсь всем ко всем слушателям поймите только таким путем можно донести свою проблему вы идете куда-то пишите заявление это будет описывается потеряется все надо выходить говорить и кричать орать но если ты прав сто процентов тогда можно делать все что угодно чтобы тебя услышали я могу и писать и раньше говорили если мне кто-то говорит руководитель что-то то так то да я буду писать я ему лицо я буду писать жаловаться кричать орать видео обращение я ты же власти да я понимаю и вот так только также и мы можем достичь и каждый и каждый из вас только таким образом можно достучаться поэтому сове она что убирать родить безумного осудила на хочется наоборот на позитиве хочется всегда с улыбкой будем ждать поэтому мы с меланой на позитиве все равно в миланы терпи 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 может что-то изменится нет но вы знаете я считаю что когда терпеливы он получает двойную награду надеюсь что в вашем случае тоже так будет, и вот все те проблемы, которые сейчас стоят вот перед той же федерацией ассоциации мини-футбола, они успешным образом разрешатся. Будем на это надеяться. У нас есть только надежда и вера на Всевышнего. Джамалдин, спасибо, что сегодня пришли. Вот эти проблемы, конечно, может быть и неприятно, да, вот это все озвучивать, но вот как вы сказали, если проблему не озвучить, то вот... Многие люди могут о ней не узнать, которые могут повлиять на ее решение. Мы же могли просто сегодня поговорить о футболе, о запределах футбола и разлетись. Ну, мы немного охватываем свои рубрики, немного охватываем и такие. Больше слышал, Милана, что даете такую возможность. И где-то, бывает, я, конечно, жестковат, немного отхожу от темы, и тем не менее, просто хочется, чтобы все это двигалось в правильном направлении, чтобы мы росли и перед соседними республиками, регионами, чтобы нам было не стыдно за свое поколение. Не будет, не будет. Все будет здорово, будем на это надеяться. Напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был президент ассоциации мини-футбола, главный тренер футбольного клуба Хамхи и главный тренер сборной республики. 18-й год.